Всем привет, с вами Джамбо Макс и в этом видео мы поговорим о выступлении Microsoft на Gamescom 2018. Данное мероприятие ждали многие, в том числе и я, и ждали его по причине того, что на этой выставке могли быть показаны неанонсированные эксклюзивные проекты, новые аксуары для консоли Xbox, а также подробности нового масштабного обновления, которое связано с аватарами. Выступление началось с анонса выхода игры Hunt Showdown в раннем доступе для консоли Xbox One, который является выживалкой-хоррором и шутером от первого лица. И минут 15 уделили PUBG и объявили о том, что игра выйдет с превью-версии 4 сентября, и на мой взгляд это копецко глупо, ибо прошло уже полгода, а игра все еще до конца не оптимизирована. Лично я думаю, что они просто хотят побыстрее поднять цену. Вместе с этим представили новый геймпад Xbox One в стиле PUBG, хотя там связью с PUBG не пахнет, и объявили о расширении возможности окраски геймпада через Xbox Design Lab. Якобы появились возможности добавлять резиновые курки, узоры и так далее. Данная функция все еще недоступна для России. Раскрыли дату выхода DS, а именно 29 августа, анонсировали мобильное приложение Xbox Game Pass для удобства просмотра всех игр по подписке, и анонсировали кучу бандлов Xbox One X, которые будут поставляться с той или иной игрой в комплекте. На конференции также стало известно, что 5 эксклюзивных игр Xbox попадут в Steam. А именно Record, Super Lucky Tail, Disneyland Adventure, Rush и Zoho Ticun. Мне хоть и все равно на эксклюзивность, но это минус к армии Microsoft. Не удивлюсь, если спустя время еще несколько игр также попадут в Steam. Также были показаны трейлеры таких игр, как Battlefield V, Division 2, Devil May Cry 5, мультиплеера Ori, а также дополнение для игр Sea of Seas и State of Decay 2. Более подробную информацию и трейлеры вы можете найти в нашей группе ВКонтакте, ссылка будет в описании. На мой взгляд, конференция прошла очень тухлой и неинтересной. Не показали геймплей Кракдауна 3, не показали новый Elite Controller, ни слова про будущее обновление Xbox. И по сути, данное мероприятие я оценю как рекламу бандлов и новых контроллеров, не более. И знаете, я даже пожалел, что я торопился к просмотру этого мероприятия, ибо ничего вон там по сути-то и не показали. Обязательно напишите свое мнение о данной выставке, понравилось вам или нет. Также не забывай поддерживать меня лайком и подпиской на канал. Спасибо за просмотр, до новых встреч.